Всем привет! Вы на канале Нитка Кейзет. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки с узорами соты. Сумочку мы будем вязать из полиэфирного шнура толщиной 3 миллиметра. В этом видео мастер-классе мы научимся с вами вязать узор соты крючком, также плотный узор для боковинок сумки. И изюминка этой сумки это обвязанные круглые ручки, которые мы с вами сделаем из подручных материалов. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, также подписывайтесь на мой инстаграм и тикток канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Желаю вам приятного вязания! Сегодня я получила посылку от компании OKBOX. Это проектная сумка для вязания. Эта сумка станет отличным подарком для любой рукодельницы, которая занимается вязанием. Сумочка, изготовленная из 100% хлопка, имеет большую удобную форму и двойную подкладку. Внутри сумки очень много кармашков, в которые можно сложить вязальные аксессуары, такие как крючки, прямые спицы, круговые спицы, ваш проектный блокнот. И, как в моем случае, это фурнитура для вязания сумочек ткани для подкладки. Также в эту сумку вы можете сложить много клубочков и взять ее с собой, чтобы вязать в любом удобном для вас месте, например, в парке, в поликлинике, на прогулке с ребенком, в гостях. Эта сумка удобна тем, что все ваши клубочки хранятся в одном месте и они не потеряются, на них никто не сядет, их не запутает ваш код и не разберут дети на поделке. Сумка закрывается на утяжке-шнурочке. Для того, чтобы вязать, не обязательно даже открывать сумку, можно вытянуть ниточку прямо из сумки и вязать, например, сидя на лавочке. Вы можете использовать эту сумку для хранения ваших клубочков дома и быть уверены, что они не потеряются и не запылятся. Также в этой сумочке есть специальное кольцо, куда можно прикрепить ваши маркеры и они больше никогда не потеряются. В описании под видео я оставлю ссылку на Valbris, где вы можете приобрести такую сумку с бесплатной доставкой до ближайшего пункта выдачи, а также ссылка на Озон. Желаю вам приятного вязания! Для вязания сумочки с узором соты нам понадобится полиэфирный шнур толщиной 3 миллиметра 300 метров. Также вы можете использовать любую другую пряжу, подходящую по толщине. Крючок номер 4 и хозяйственный шланг или шланг для аквариумов диаметром 8 миллиметров, а также металлическую фурнитуру, колечки 25 миллиметров 2 штуки, цепочку и магнитную кнопку. Начинаем вязание. Оставляем короткий кончик, примерно 5 сантиметров, набираем цепочку 32 воздушные петли. Готово! Набрали цепочку 32 петли. Теперь вяжем нулевой ряд. Это наш подготовительный ряд. Первую петельку пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли и провязываем столбик без накида. Итак, продолжаем вязать до конца ряда всего 31 столбик без накида. Заканчиваем наш подготовительный нулевой ряд. Связали 31 петлю. В конце каждого ряда делайте одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити мы можем поднять наверх и спрячем его внутри петель следующего ряда. Вяжем первый ряд узора. Вводим крючок под верхние полупетли и провязываем один столбик без накида. Затем вводим крючок в основание следующей петли и вяжем столбик без накида. Итак, продолжаем чередовать. Вяжем один обычный столбик без накида и один длинный столбик без накида в основание следующей петли. Продолжение следует... Продолжаем так чередовать до конца ряда. Закончили первый ряд. Связали 31 петлю. В конце делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Давайте посчитаем вместе. У нас должно получиться 15 длинных петель. Вяжем второй ряд. Вначале провязываем два столбика без накида под верхушки петель. Затем подхватываем две ножки петель и провязываем один рельефный столбик без накида. Затем вводим крючок сразу в следующую петлю и вяжем обычный столбик без накида. И теперь мы чередуем один рельефный столбик и сразу же после него один обычный столбик без накида. И продолжаем так вязать до конца ряда. Всего у нас получается 31 петля. Итак, заканчиваем второй ряд. Связали 31 петлю. Обратите внимание, что здесь мы начали два столбика без накида и здесь заканчиваем тоже два столбика без накида. Теперь давайте посчитаем, сколько у нас получилось узоров. Должно быть 14 рельефных столбиков. Не забывайте в конце каждого ряда делайте воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем третий ряд. Сразу вводим крючок в основание петли из предыдущих рядов. И вяжем длинный столбик без накида. Затем обычный столбик без накида. И теперь продолжаем чередовать один длинный столбик без накида. При этом обратите внимание, куда я ввожу крючок и где он должен выйти с противоположной стороны. Он должен выйти ровно под рельефным столбиком из предыдущего ряда. И вяжем вот такую длинную петлю. Затем обычный столбик без накида. И далее опять длинная петля. И она должна проходить у нас ровно под узором с противоположной стороны. И так мы с вами продолжаем вязать. До конца ряда. Заканчиваем третий ряд. Здесь в конце нам осталось связать последний длинный стежок. И я хотела вам показать, как мы придерживаем вот так последнюю петельку. Провязываем длинный стежок, но при этом он у нас немножко короче, чем все остальные длинные стежки. Потому что он находится в конце ряда. И нам нужно, чтобы конец ряда у нас не растягивался. Давайте посчитаем. У нас должно получиться 16 длинных петель. И теперь мы вяжем последний ряд, который у нас вяжется в этом раппорте узора. Это четвертый ряд. Здесь мы с вами чередуем. Вначале обычный столбик без накида. Затем один рельефный. Затем опять один обычный столбик без накида. И один рельефный. Продолжение следует... И так мы продолжаем вязать до конца четвертого ряда. Заканчиваем четвертый ряд. Вот такой у нас получается узор. Давайте посчитаем. У нас должно получиться 15 рельефных столбиков. Далее у нас все ряды будут повторяться. Повторять первые четыре ряда. Теперь мы с вами повторяем вязание первого ряда. Точно так же, как в первом ряду. Мы вяжем сначала один обычный столбик без накида. И затем один длинный столбик без накида. И при этом смотрим, чтобы крючок с противоположной стороны выходил ровно под рельефным столбиком из предыдущего ряда. И так вяжем до конца ряда. Субтитры создавал DimaTorzok Заканчиваем пятый ряд. Напоминаю, что вяжется он точно так же, как первый. Начинается обычным столбиком без накида и заканчивается тоже обычным столбиком без накида. Далее вяжем шестой ряд. Шестой ряд вяжется точно так же, как второй ряд. Вначале мы вяжем два обычных столбика без накида. И затем у нас идет чередование. Один рельефный столбик. И один обычный столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Далее вяжем шестой ряд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закончили шестой ряд. Напоминаю, что вяжется он точно так же, как второй ряд узора. Начинаем мы двумя столбиками без накида и заканчиваем двумя столбиками без накида. И между ними у нас 14 рельефных столбиков. Вяжем седьмой ряд. Седьмой ряд вяжется точно так же, как и третий. Вначале мы вяжем длинный столбик. При этом он не должен быть слишком длинный. Все-таки немножко надо его делать покороче, потому что он находится на краю ряда. Затем обычный столбик без накида. И далее чередуем. Один длинный и один обычный. Так продолжаем вязать до конца ряда. Субтитры создавал DimaTorzok Заканчиваем седьмой ряд. Он у нас такой же, как и третий ряд. И вот здесь последний длинный столбик без накида вяжется немножко покороче, чем все остальные. Потому что он находится на краю полотна. Здесь у нас с вами должно получиться 16 длинных петель. Вяжем восьмой ряд. Восьмой ряд вяжется точно так же, как четвертый. Вначале один обычный столбик без накида. Затем один рельефный столбик. И так продолжаем с вами чередовать до конца ряда. Заканчиваем восьмой ряд. Мы его связали точно так же, как четвертый ряд. Начинаем один столбик без накида и заканчиваем один столбик без накида. А здесь у нас должно быть 15 рельефных столбиков. И далее продолжаем вязать в высоту. Повторяя с первого по четвертый ряд, у нас должно получиться 35 узоров. Итак, мы закончили. Связали полотную сумки. Сейчас мы с вами вместе посчитаем. У нас должно получиться ровно 35 узоров. Вот у нас идет первый узор. Вот он этот ряд. И они у нас идут в шахматном порядке. Давайте вместе посчитаем. Должно получиться ровно 35. Обратите внимание, что последний ряд это у нас ряд с рельефными столбиками. Вот он этот ряд. И мы заканчиваем вязание полотна сумки. Теперь давайте измерим наше полотно. Получается длина примерно 48 сантиметров и ширина 27 сантиметров. Далее мы делаем с вами обвязку полотна. Нужно сделать одну воздушную петлю. И затем мы вяжем вдоль полотна напротив каждого ряда. Обратите внимание, что вот здесь у нас идет узор V-образный. Это длинная галочка. Напротив каждой галочки мы вяжем по 3 петли. Вот первая петля, вторая петля, и сразу под галочкой третья петля. И далее продолжаем. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и так далее. И далее до конца полотна всего нужно связать 54 петли. Вот так мы с вами обвязали полотно. 54 петельки. Теперь мы вяжем 2 воздушные петли и переходим на другую сторону. На этой стороне мы вводим крючок только за полупетли. И провязываем соединительными столбиками 31 петлю. Закончили. Теперь делаем 2 воздушные петли и вновь переходим на длинную сторону. По этой стороне нам тоже нужно связать 54 петли. Здесь тоже напротив каждой галочки мы вяжем по 3 петли. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Продолжаем. Вяжем до угла всего 54 петли. Закончили. Связали 54 петли. Теперь вяжем 2 воздушные петельки и переходим на четвертую сторону сумки. Здесь мы тоже вяжем за полупетли соединительными столбиками 31 петлю. Закончили. Связали 31 петлю. Теперь ниточку мы не отрезаем. Просто слегка вытягиваем петлю и оставляем нитку. Вот такое полотно сумки у нас получилось. Вы можете его слегка разровнять, сделать влажную тепловую обработку, чтобы придать ему правильную прямоугольную форму. Вот так будет выглядеть наша сумка. Для того, чтобы вязать боковинки сумки, я полностью распустила моток пряжи и взяла нитку с противоположного конца. Оставляем короткий кончик, набираем 25 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Первую петлю пропускаем. Во вторую петлю за заднюю полупетельку провязываем столбик без накида. И продолжаем вязать до конца ряда всего 24 столбика без накида. Закончили первый ряд. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити поднимаем наверх, чтобы спрятать его среди петель следующего ряда. Вяжем второй ряд. Вводим крючок только за одну полупетельку. И вяжем столбиками без накида. Продолжаем вязать до конца ряда всего 24 столбика без накида. При этом кончик нити прячем внутри петель. Заканчиваем второй ряд. Делаем воздушную петлю. Вяжем третий ряд. И здесь уже у нас все ряды будут вязаться одинаково. Вводим крючок за полупетельки из двух предыдущих рядов. И вяжем столбиками без накида. Всего 24 петли до конца ряда. Продолжаем вязать самостоятельно. Вяжем крючок за полупетельки. По этой стороне у нас было 6 рядов. Заканчиваем. Смотрим на ту сторону, которая у нас будет внешне. Вот она. Здесь у нас должно быть... Вот эта внутренняя сторона, а эта внешняя. Здесь у нас должно быть 6 рядов. Давайте вместе посчитаем. А с этой стороны у нас 5 рядов. это у нас внутренняя сторона кончик нити отрезаем и прячем длина 19 сантиметров и ширина 7 сантиметров продолжаем теперь мы вяжем вторую точно такую же боковинку для сумки и далее будем пришивать боковинки к сумке теперь мы переходим к изготовлению ручек берем вот такой прозрачный шланг это шланг для аквариумов и для хозяйственных нужд в описании под видео я оставлю ссылку на валберис где я его покупала диаметр такого шланга 8 миллиметров отмеряем 45 сантиметров и отрезаем теперь нам нужно соединить ручку вот так для этого мы берем примерно 4-5 сантиметров шланга отрезаем его разрезаем вдоль и отступаем еще примерно 5 миллиметров отрезаем еще кусочек полотна теперь нам нужно снова скрутить вот эту часть в трубочку и продеваем ее внутрь ручки вставляем в нашу ручку и для того чтобы оно держалось еще более крепко можно закрепить скотчем давайте измерим получается диаметр ручки примерно 15 сантиметров отрезаем небольшой кусочек скотча и заклеиваем ручку на месте стыка точно таким же образом делаем вторую ручку и теперь нам нужно ручки обвязать берем нашу пряжу оставляем короткий кончик и обвязываем ручку столбиками без накида при этом кончик нити нужно аккуратно спрятать внутри ручки под петлями делаем обвязку здесь у меня получилось около 63 петель у вас может количество быть немножко другое чуть чуть больше или меньше это не имеет большого значения этоiga и это Итак, заканчиваем обвязку. Как я уже говорила, у меня получилось 63 петли. Кончик нити отрезаем, закрываем последнюю петельку и прячем кончик нити внутри петель. Продолжение следует... Готово! Теперь точно так же мы обвязываем вторую ручку. Итак, мы обвязали обе ручки. Вот такие они у нас получились. И далее мы будем с вами пришивать боковинки к сумке. Из 300 метров пряжи вот это все, что у меня осталось, этого мне как раз хватит, чтобы пришить боковинки к сумке. Итак, здесь я поделила сумку на участке 23 петли, затем 8 петель и затем еще 23 петли. Это я посчитала только петли обвязки. Также, когда мы будем пришивать, вот здесь у нас 24, здесь 6 и здесь тоже 24. Смотрим, чтобы боковинка вот этой стороной смотрела вовнутрь, а это у нас будет внешняя сторона. Когда мы пришиваем, здесь мы провязываем в первую из двух воздушных петель обычный соединительный столбик. А во вторую из двух воздушных петель мы вводим крючок и также вводим крючок в первую петельку на боковинке. И провязываем соединительный столбик, затем делаем воздушную петлю. И далее продолжаем, вводим крючок только за полупетельки и вяжем соединительными столбиками. И получается, что мы делаем 24 соединительных столбика. Далее мы переходим. Здесь у нас 8 петель на донышке сумки, а здесь у нас 6 петель на боковинке. Поэтому в первую петельку на донышке сумки мы вяжем соединительную петлю только на сумке. А в следующие 6 петель мы присоединяем боковинку к сумке тоже соединительными петельками. Готово связали 6 петель и теперь у нас осталась еще одна петелька на сумке. И в нее мы вяжем соединительный столбик, но без боковинки. И здесь у нас 24 петли до верха сумки. Мы провязываем соединительными столбиками, соединяем эти две детали точно так же, как с противоположной стороны. Заканчиваем. Вот так у нас получилось. Теперь здесь давайте посмотрим. Вот мы сделали 23 петли, и вот последняя 24 петелька. Это у нас одна петля из двух воздушных петель на углу сумки. А здесь это у нас 24 петля. Здесь вводим крючок немножко поглубже и провязываем соединительный столбик. Затем воздушную петлю и теперь переходим на сторону сумки, вводим крючок в полупетли. И здесь мы вяжем с вами соединительными столбиками до следующего угла. Вяжем с вами соединительными столбиками до следующего угла. И вот эта часть у нас будет внутри боковинки. Прикладываем боковинку и вводим крючок в первую петельку на боковинке. Здесь я тоже поделила маркерами на необходимые нам участки и точно так же, как с другой стороны сделала обвязку. Итак, мы закончили с вами пришивать боковинки. Делаем воздушную петельку. И теперь делаем обвязку по верху. Нам нужно связать еще один ряд, только соединительными столбиками за полупетли. Провязали соединительными столбиками по одной стороне, теперь переходим на сторону боковинок. Здесь нам нужно вводить крючок вот здесь за воздушную петлю и далее 6 петель на боковой детали. Также обвязываем соединительными столбиками. И далее продолжаем обвязку самостоятельно. Здесь тоже вводим крючок, только в соединительные петельки по краю. И провязываем по кругу до конца ряда. Итак, мы с вами закончили. Сделали обвязку вот так по кругу. И вот здесь у нас должно быть, посчитайте, вот по 4 полустежка вверх. Вот такая сумочка у нас получилась. Теперь кончик нити нужно отрезать и спрятать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы с вами будем пришивать ручки, прикладываем их к сумке, как хотите. Можно чуть-чуть повыше, можно немножко пониже. Я начала было пришивать их сначала высоко, но потом в процессе поняла, что нужно немножко пониже пришивать. Тогда они смотрятся покрасивее, как мне показалось. Вот здесь еще я пришиваю их высоко, потом я их перешивала. Для пришивания я беру прозрачную мононить. Это такая тонкая леска для изготовления бижутерии. И в шитье она тоже часто используется. Ее можно купить в любом швейном отделе. И аккуратно пришиваю потайными стежками, ввожу крючок прямо под верхние петельки. И пришиваю полукругом ровно посередине сумки. Итак, как здесь я уже говорила, здесь я начала пришивать немножко выше, но потом я их перешила чуть-чуть пониже. Поэтому вы можете сразу не делать мои ошибки и пришивать ручки немножко пониже. Примерно от верха должно быть где-то 3,5-4 сантиметра в середине. Теперь пришиваем магнитную кнопку ровно посередине сумки, прикладываем кнопочку с двух сторон. И точно так же прозрачной мононитью пришиваем кнопку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы закончили, пришили магнитную кнопочку. Также здесь я уже перешила ручки немножко пониже. И далее можно установить фурнитуру. Колечки 25 мм и цепочку. И на этом наш видео-мастер-класс по вязанию сумочки заканчивается. Давайте измерим нашу сумку. Получается длина примерно 29 сантиметров и высота примерно 20 сантиметров. Толщина сумочки 8 сантиметров. Я желаю вам творческих успехов. Делитесь вашими работами в инстаграме и отмечайте мой аккаунт нитка.кз и хэштег нитка нижнее подчеркивание МК. До новых встреч!